Музыка Здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на всей планете земля на ютьюбе голова садовая Сегодняшняя тема тоже злободневная Наконец-то мы до нее добрались Это чеснок Музыка Их и название у этого плода овоща просто ужасное было в древние времена Называлось это зловонная роза Похоже? А почему так называлось? Даже приказом некоторых руководителей стран, я так их назову Было как бы запрещено употребление приличным людям из высшей категории руководителей и так далее, богатых людей Им было запрещено употреблять вот эту зловонную розу Это было только для черни Потому что наевшись этого чеснока можно отравить всю округу Всех бактерий, всех вирусов и всех соседей, я так думаю Значит, ну речь пойдет не об этом Вот посмотрите пожалуйста сюда У меня в руках, значит, одна головка чеснока с зубчиками, вторая и третья Они ведь отличаются друг от друга, правда? Это однозубковый чеснок Обратите внимание Очень вообще классный У этого четыре зубка, бывает пять, максимум шесть Это сорта разные А у этого девять Так скажите мне, что удобнее чистить? Четыре зубка Или девять зубков, но мелких Или одну, но очень крупную зуботину, скажем так Так как получить все-таки такой, такой и такой чеснок? Ну, наука в общем-то простая И выращивая чеснок на протяжении многих, некоторых уже десятков лет Каждый понимает, что каждый год сажаю, каждый год не растет А я каждый год все равно сажать буду Правильно И не надо отступаться У этого плода овоща есть как бы свои заморочки Есть свои вредители и есть свои болезни Вот как с этим всем бороться? И как все-таки заставить его, ну не так сказала Помочь ему вырасти таким, как нам надо И чтобы хранился всю зиму Я не сажаю много чеснока Ну, где-то штук, может быть, 70, может быть, поменьше Мне достаточно для того, чтобы сделать засолки И оставить на зиму вот в этой замечательной корзинке Чтобы он хранился Хранится он дома, никуда, ни в какие подвалы, ни в какие холодильники Я его не прячу Значит, есть такое время, когда начинаются засолки И мы, естественно, ходя вдоль грядки туда-сюда Выбираем тот, который уже сформировался Тот, который нам приятнее будет и зелень запустить в засолку И его вот эти душистые зубки Вот здесь чеснок лежит Это чеснок, который рос где попало На грядках с клубникой Ну, так скажем, в междурядьях каких-то Он не очень крупный, потому что за ним никто особо и не ухаживал Потому что такой задачи не было ухаживать за тем чесноком Но вот грядку, которую вы отведете для чеснока Она должна быть несколько особенной и отличаться от других Почему должна отличаться? Да потому что растение, да, немного похоже на лук Тоже ведь луковичное, но немного похоже А есть и свои заморочки И я хочу показать, как все-таки нужно с чесноком бороться Разворачиваем нашу грядку Ну, глядя на этот чеснок, мы должны понимать Что вот эта жесткая середина у чеснока Говорит о том, что это чеснок зимний Если его я разломлю, он разделится на несколько зубков Убираем вот эту середину Не надо отдельно донца отламывать Просто уберите все вместе со стрелкой Убираем И развалится и оставшаяся часть Вот здесь всего шесть Это хороший чеснок Вот тот, который с девятью зубчиками Я на посадку не возьму И выбирая чеснок осенью Это зимний чеснок Раз есть вот эта жесткая стрелка У ярового чеснока никаких жестких серединок нет И у него кроме одного венчика внешнего зубчиков Есть еще внутренний венчик Более мелких зубчиков Но предпочитаю все-таки зимний Но говорить будем и о яровом тоже чесноке Значит, разделив это на зубчики Посмотрите, вот здесь всего четыре Значит, я начала с того, что выбирая чеснок на посадку Выберите самый крупный Да, а вы как хотели? Вы хотели съесть его? Нет Какое племя? Какое семя? Такое племя Золотое правило И от этого уже никуда не денешься Вот есть и чесночинки, которые почти развалились Вот посмотрите, я уже достала такое Так, видите? Это говорит о том, что мы его передержали в почве Этого делать нельзя Чеснок обычно убирается в конце июля, в начале августа Как бы вам не хотелось его подержать Процесс пойдет во второй раз Нам это просто не надо Нам надо, чтобы он у нас хранился долго и хорошо Вот так выглядит один зубок зимнего чеснока Ну, это-то уже остатки Которые остались после посадки После засолки То есть, это тот чеснок, который В общем, только на еду и годится Как чистить чеснок, вы знаете, да? Для еды нужно просто нажать на него плоско ножом И он из шкурки выскочит Но я хочу сегодня говорить вот сразу обо всем Видите, как все путано и неправильно Значит, у нас будет посадка чеснока обязательно осенью И вот эту программу делаю, потому что пока есть время Скоро времени не будет вообще Поэтому хочу показать сразу Чем отличается подзимняя посадка от посадки чеснока ярового Давайте начнем с подзимней И все по порядку Вот перед тем действием, которое у нас у всех называется Ой, а я чеснок запихала Знаете, да, такое выражение? Нужно обязательно приготовить почву Что такое грядка для чеснока? Вот посмотрите Вот такой ширины Положу пока эту Вот такой ширины достаточно грядки Не надо делать поле для чеснока Даже на поле у фермеров Чеснок растет исключительно рядами Так вот, такой грядки достаточно И мы делаем всего два ряда чеснока Вот, смотрите Вот один будет ряд Вот второй будет ряд Вот между ними также будет борозда Да, да И чеснок в зиму уйдет в гребне А теперь смотрите внимательно вот на этот зубчик Значит, зубчик раздет прямо до вот нога, я бы сказала У него видны здесь зачатки корешков Естественно, что это все проснется, когда он попадет во влажную почву Но его надо обработать перед посадкой И сняв с него чешую, аккуратно, не зарезая его ножом, пожалуйста Можете сначала замочить в воде на пару, там, тройку часов Чтобы у него шкурка отходила легко Потом вы его чистите А вот потом все-таки в максиме-то замочить его придется У чеснока есть проблема Заболевание, которое привязывается к нему всегда Это фузариоз После картофеля никогда чеснок на эту делянку Не делать там грядки и высаживать нельзя Что любит наш золотой чеснок? А любит он, когда очень много золы в почве Очень много То есть ведро на квадратный метр под перекопку Это нормальное состояние почвы будет Потому как лук и чеснок, в отличие от многих других культур Предпочитают слабо щелочную реакцию почвы А даже не нейтральную Нейтральную почву может сделать Доломитовая мука, известь пушонка, мел А вот до щелочной почвы, переходя границу нейтральной Сделает только зола То, что и надо вот для этого овоща Значит, ну, хотите вы чистить его или не хотите Это ваше личное дело Это как уж там вам, ну, не знаю Заблагорассудится, я бы сказала А я предпочитаю все-таки удалять все эти шкурки Они нужны для того, чтобы защитить чеснок от болезней во время хранения Но у чеснока есть еще одно но Маленькое такое, противное Это трипсы И живут они как раз за чешуями Так вот, чтобы не внести их в землю Чтобы не нахватать потом вашим новым урожаем опять этих трипсов Почистите Ну, если в идеальном варианте, как делаю я Полчаса в карбофосе, полчаса в максиме А потом на посадку Нет ничего проще посадить чеснок Когда я слышала раньше Надо чеснок затолкать почву так Чтобы вот этот палец Вот до этого большого пальца То есть расстояние вот такое Чтобы чеснок скрылся там, внизу Вот здесь он должен быть Ну, по убеждению некоторых Но на самом деле это не так И прочитав массу литературы И просадив его уже не один десяток лет Я уже давно пришла к мысли Что все это неправильно И такая глубокая посадка 6-8 сантиметров Ну вот такая Касается ярового чеснока Под зиму И я вам об этом расскажу И мы обязательно это сделаем Но уже на даче Значит, а чеснок садится очень просто Посмотрите Вот вы со слепу как его посадите? Можно так, да? А можно вот так А лучше вот так Возьмите его и вот так лодочкой Вот так вот раз И прижмите слегка Расстояние, ну, 10 сантиметров Соблюдать между луковицами Надо, конечно, чеснока Но не более Более не требуется И так далее Можете чистить, можете не чистить Это ваше право Это пожалуйста Каждый делает как хочет Вот Что теперь нужно сделать Для того, чтобы чесноку было зимой хорошо? Я надеюсь, что золу вы внесли Но зола удобрением далеко не является Поэтому под перекопку Хотя бы столовую ложку Полного комплексного овощного удобрения Какого-нибудь очень приличного Обязательно рассыпать И под перекопку вместе с золой отправить С осени все будет замечательно И растение будет сыто И у вас голова не будет болеть на целое лето Значит, а теперь Дав полежать этому чесноку Лучше в раздетом виде все-таки На солнышке осеннем Дав полежать Мы приходим с тяпкой или с граблями И засыпаем его Засыпаем, делаем Мы придавили его на пару сантиметров всего И делаем гребни Гребни делаем Очень даже приличные Вот как-то так Ну и ухлопав граблями Все вот эти вот бока Этих наших замечательных гребней Мы оставляем его в покое Осенью мы ничем его не поливаем Ничем мы его не кормим Потому что все как бы в почве уже имеется Что должен сделать чеснок Чтобы нас порадовать Хочу вам сказать, что с 26 августа Вы можете начать высаживать зимний чеснок Слышу ваше возмущение Да, еще может быть очень тепло А что вам мешает сверху ботвы Уложить на ваши гребни Чтобы почва не перегревалась Чеснок растения Прохладных зон И оно будет образовывать корни Медленно и верно Если он их не образует Тогда у вас чеснок не выйдет Весной А если вы вот на такую глубину Его отправите Он однозначно не выйдет Потому что на такой глубине Очень холодно И там корни-то Вот представьте Вот здесь чесночинка А вот здесь поверхность почвы Ну, где он там? Куда он корни выпустит? Вы что, грядку прокопали на 35 сантиметров? Вот никогда в это не поверю Поэтому давайте не экспериментировать А делать так, как говорят ученые Они овощами занимаются Все свои жизни И их труд надо ценить и уважать Так вот, все-таки С 26 августа В сибирский регион Рекомендована посадка подзимних культур Но не имеется в виду Ничего, посев семенами Это другое И мы это тоже будем проходить Ну, вот, пришла весна Сейчас мы приедем на дачу И у нас эти гребни Слегка, как бы, да Немножко разошлись Потому что все-таки снег Осенние дожди Все это немножко посмыло И несмотря на все невзгоды И непогоды У нас появляются Зеленые ростки чеснока Ой, я слышу хороший вопрос А если они осенью появятся? Если вы укроете ботвой Ваши посадки зимнего чеснока Вряд ли что-то появится А если появится, не страшно Абсолютно Это первое перо И никакое Ничего оно не изменит Даже если оно пропадет Но это вряд ли Значит, пришла весна Побеги появились И мы радостные Думаем, ну что же с ним делать-то? А что с ним надо делать? Как вы думаете? Конечно, его бы надо подкормить Поэтому в легкую И из расчета Одна столовая ложка Без верха Мочевины Мы разбросаем На один квадратный метр Такой расход Наших посадок чеснока Это по корочке льда Еще мы сделаем Потом, когда земля уже Освободится От ледового покрова И от снежного Мы должны помнить Первые две недели Мы должны два-три раза в неделю Поливать наш чеснок Поливать можно по-разному Можно поливать сюда в борозду Сюда в межу А можно поливать на гребни Что занятие совершенно не нужно У чеснока достаточно длинные корни И воду отсюда Корни, естественно, всю подтянут И отсюда из межи тоже Не надо так думать Это неправильно Надо думать, что все-таки подтянут Природа устроена по-другому Приготовьте грядки так К осени Чтобы у вас межи были абсолютно ровными Чтобы влага, попадающая на них И серединная вот эта вот борозда Они были на одинаковом уровне практически И чтобы влага очень равномерно Под все луковички подтягивалась Тогда излишней влаги не будет Гниения не будет Не будет лишних болезней Просто об этом надо помнить Но у нас уже зелень пушистая Уже пошла стрелка И нам что-то надо вроде как делать Образуется, да, луковичка у чеснока Может быть круглая Я бы к этому вернусь еще Почему одна круглая и один зубок А остальные как бы разделены Значит, и вот Вы должны помнить Если садите на прямой поверхности У вас грядка такая И вы все-таки Напихали туда глубоко Вам придется снимать слой почвы А вот нам с такой посадкой Придется только сделать вот так Отгрести, посмотрите Отгрести в эту борозду Отгрести сюда к краю И освободить наши зеленочки Так, чтобы и луковичка Хотя бы на одну треть вышла оттуда Чтобы мы ее с вами видели Тогда образование луковицы идет гораздо быстрее Она будет гораздо крупнее А кстати сказать Глубоко посаженный чеснок Никогда не даст вам крупной луковицы Предлагаю такую посадку Потому что уже 150 раз Сделала одно и то же И убедилась в том Что наши ученые все-таки правы Не всегда, может, они правы Не всегда нам нравится Но в данном случае да Вот представим себе Что это чеснок Который уже в июле месяце Конец июля, начало августа И здесь стоят головки чеснока Стрелочка, когда у него начинает образовываться А чеснок есть стрелкующийся И не стрелкующийся Яровой не стрелкуется Зимний всегда стрелкуется Как только у него выйдет стрелка Она будет сначала прямая Потом раз и сделает петлю Вот такую петлю нестерова Вот когда она снова начинает разгибаться Значит чеснок уже образует семена В своей замечательной красивом цветке Шишка такая Но когда он сделал петлю Ваша задача пойти и выломать эти стрелки Но не торопитесь выломать все Потому что из этих замечательных пушистиков Таких собранных в такие соцветия И там каждая чесночинка маленькая В таком чехлике находится Прямо знаете, как ребенок в коконе Каком-то Вот именно из этих малышек Посеянных не очень часто Вырастет вот такая зубина Круглая, однозубковая Чеснока Поэтому оставьте штук 10 И вы будете понимать Что когда эта штука Из петли Снова развернется И встанет прямо Идет созревание семени То есть вот этих вот Маленьких бульбочек Так называемых Значит пришла пора Уборки чеснока Здесь все просто, правда Но переливать нельзя Удобрения должно быть достаточно Золы достаточно Ну я не знаю Это правда просто Ваша задача сделать Вот с землей то, что я вам показала Посадить правильно И не умереть там на этой грядке И не надо трястись над каждым зубчиком Все просто Лежа, посадили Выросли Разгребли Ну правда Ну что тут такого особенного А вот яровой чеснок С ним конечно сложнее Ему явно не хватает времени Особенно у нас в Сибири Посадить бы его в начале апреля бы Уж тогда-то к сентябрю И головка была бы большая И не надо было бы его На такую глубину закапывать Потому что когда глубоко Тогда головка большой не будет А если это теплый край Вы представляете Какой у них яровой чеснок? Сказка! Ну мы с вами проходили Такую практику Когда заворачивали Зубчики чеснока ярового В полотенце Для того, чтобы И укладывали в холодильник В влажном полотенце И в пакете Чтобы у него появились корни И мы высаживали его уже с корнями Хороший метод Но я вам все-таки Ну ради эксперимента Очень рекомендую Попробовать другой способ Позднее на неделю На полторы Чем высадка этого чеснока Пусть это будет конец сентября Даже я бы сказала Попробуйте глубоко На вот так На сантиметров 6-8 Посадить яровой чеснок Ну грядка должна быть Также удобрена золой Овощным комплексом Удобрением обязательно И конечно прокопано Как следует Корни чесноку Вот здесь Надо куда-то выпустить И тогда может быть У нас чеснок весной Будет хорош Но нам придется Его откапывать Так что все-таки Может гребни Такую глубину А сверху гребень Ведь его тоже Надо будет освобождать От земли Когда он начнет Образовывать полноценную луковицу Знаете Ну прям В растерянности мы все Да? Да все хорошо Все у нас с вами получится На этом я закончу Иначе уже я вам Поднадоела я чувствую Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова